Всем доброго времени суток! Сегодня мы продолжаем с вами знакомиться с программой iClone и сегодня мы познакомимся, как работать с материалами. Вот такая у нас была галерея, которую мы построили на прошлом уроке. Сегодня мы придадим ей вот такой красивый нормальный вид настоящей галереи. Итак, я открыла проект, который мы сделали с вами на прошлом уроке. Вот он точно такой же, только без материала. Хочу дать вам еще несколько советов, чтобы вы потом не путались с разными проектами, если у вас их будет много. Лучше всего завести сразу отдельную папку именно для этого проекта и складывать туда все необходимые вам файлы и документы. И еще один совет. В этой же папке постарайтесь сохранять промежуточные стадии вашего проекта. Например, вот вы сделали стены, сохраните его. Сейчас мы будем работать с материалами. Когда мы закончим, сохраните и этот проект. Чтобы у вас была возможность потом в любой момент вернуться к предыдущему, если вас что-то не устроит, и что-то переделать. Ну а сейчас займемся непосредственно нашим проектом. Прежде всего я предлагаю поднять наш потолок, потому что нам он будет сейчас мешать. Я его поднимаю. Ну вот так вот этого вполне достаточно будет. Начнем мы со стен. Для того, чтобы наложить материалы на наши стены, нам нужно сначала найти, из чего они сделаны. Вот я сейчас раздвину, и мы видим, у нас здесь плинтус прикреплен к полу и стены. Вот они все. На эти стены и на плинтус мы можем наложить материалы непосредственно в панели сцены. Вот давайте этим и займемся. Вот у нас одна стена. Вот она выделилась, самая последняя. Мы заходим в материалы. Вот эта кнопочка. Опускаемся немножко ниже. Ищем вкладку настройки материалов. Именно она нас сейчас интересует. Ну и давайте разберемся сейчас, что здесь находится. Вот это у нас распространенный цвет. Дальше идет окружающий цвет. Зеркальный цвет. Альфа-порог. Следующий бегунок отвечает за тень. Порог тени. Следующий. Прозрачность. Вот этот. Это само свечение. Потом идет зеркальный. Глянец. И галочки. Вот это вот преломление и отражение. А следующее, самое последнее, это двухсторонний материал. Все эти бегунки вы потом попробуйте сами и посмотрите, что меняется. Мы с вами сейчас поменяем цвет распространенный. Я нажимаю левую кнопку мыши. Вот появилось вот такое окно. Мы можем здесь выбрать любой цвет. Можем его оттенок поменять. Ну, я выбираю вот зеленый, но оттенок пока менять не буду, чтобы у нас все стены были одного оттенка. Итак, нажимаем клавишу ОК. Видите, и наша стена сразу же окрасилась в такой зеленый цвет. Вот я могу повертеть, посмотреть вся она именно такого зеленого цвета. Теперь, чтобы она у нас не была чисто гладкая, а все-таки была какая-то видимость, либо штукатурки, либо какой-то краски, мы сделаем небольшую шероховатость. Эта шероховатость делается при помощи вот этих вот текстурных карт. Нам сейчас вот сюда, в карту БАМП, нужно поместить текстуру. Дважды щелкаем по этой карте. И у нас открывается уже окно, в котором есть встроенные текстуры. Я предлагаю вам сразу же запомнить вот этот путь, чтобы вы знали, где находятся эти текстуры. Они встроены в программу iClone, поэтому обязательно с программой они должны быть у вас. Итак, я выбираю вот эту текстуру, нажимаю, нажимаю кнопку открыть. У нас появляется еще одно окошечко, здесь тоже нажимаем кнопку ОК. И вот наша текстура уже применилась. Видите, для того, чтобы уменьшить или увеличить вот эту вот рифленность, вот мы пользуемся вот этим бегуночком. Видите, для интерьера я думаю, что вот этого вполне достаточно. Вот у нас такое есть изменение. Теперь мне кажется, что для внутреннего интерьера этого тоже очень много. То есть это как бы наружная штукатурка. Мы можем ее уменьшить. Это делается при помощи вот этих вот двух окон. Вот это и вот это. Значит, здесь мы можем вместо единицы поставить, допустим, 5. И здесь 5. И смотрим, что у нас получилось. Давайте посмотрим, что у нас получается с внутренней стороны. Для этого мы поворачиваем. Вот здесь у нас темная сторона, потому что освещение у нас немножко под другим углом. Мы сейчас его изменим. Для этого заходим вот сюда. Вот это освещение мы поворачиваем. Вот так. И у нас появилась светлая сторона этой стены. Переходим снова. Это можно закрыть, чтобы нам не мешало. Находим нашу стену. Вот она. Придвигаем, чтобы видно было хорошо. Все эти кнопочки вы уже знаете. И вот мы видим, что у нас получилось. Сейчас немножечко подвинем. Вот такая стена у нас получилась. Ну, может быть, тоже крупновато еще. Для этого мы еще раз заходим в материалы. Смотрим, мы поставили 5. Ну, давайте поставим 10. Посмотрим, что сейчас будет. Здесь 10 и здесь 10. Ну, вот такая шероховатость для внутренней стены, пожалуй, уже нормальная будет. Ну-ка, еще раз немножечко придвинем. Ну, да. В общем-то, вот эта стена, мне кажется, как раз для внутреннего интерьера вполне подходит. Ну, давайте дадим его название. Для того, чтобы это сделать, нам нужно нажать вот эту кнопочку. Видите, у нас появилось поле, где мы можем называть. Переименовывать. Ну, давайте назовем стена, например, зеленая на английском языке. Вот. И нажимаем кнопочку Enter. Вот у нас она переименовалась. Давайте теперь окрасим все остальные стены в этот же материал. Для этого я немножечко отодвигаюсь. Ставлю вот так. Для того, чтобы использовать именно этот материал, я беру вот эту пипетку. Щелкаю по нашей стене, которая уже окрашена. А потом выбираю вот это ведерко. И навожу на остальные стены. Видите, что у нас получается? Они тут же окрашиваются в тот цвет, который нужно. Теперь у нас появилась часть экрана, которая нам не видна. Поэтому я щелкаю правой кнопкой мыши, чтобы выйти из этой операции. Нажимаю опять орбиту. Поворачиваю. Ставлю экран так, чтобы мне было удобно. Снова беру пипетку, нажимаю на ту стену, которая окрашена. Беру ведерко и заливаю остальные стены точно так же. Опять нажимаю правую кнопку мыши, чтобы выйти из этой операции. Вот наши стены очень быстро и хорошо окрасились в тот цвет, который мы задали. Теперь нам нужно плинтусы покрасить. Делаем все то же самое. Выбираем один из плинтусов. Давайте посмотрим, какой у нас выделился. Вот выделился вот этот. Нам в принципе все равно, какой из них. Мы все равно будем делать те же операции. Итак, я иду сюда. В настройках материала меняю цвет. Вот на этот же. Но он у нас будет гладкий, поэтому, видите, он немножечко отличается от стены. Мы не будем ему давать рифленность. Ну, давайте таким его и оставим. Давайте назовем его русским названием, но английскими буквами. Я нажимаю кнопку переименования и пишу здесь плинтус английскими буквами. Я думаю, нам будет это понятно. Так, теперь снова берем пипетку, нажимаем на наш плинтус, берем ведерко и окрашиваем все плинтусы точно так же. Вот мы их окрасили, повернули. И последний плинтус тоже окрасили. Вот у нас получились стены и плинтус. Мы их окрасили. Давайте сейчас свет посмотрим, как он у нас падает. Если мы повернем, вот, пожалуйста, здесь все хорошо. Развернем, посмотрим с этой стороны. Тоже все хорошо освещается, все прекрасно. Это выключаем и закрываем. С освещением мы пока разбираться не будем. Теперь нам нужно окрасить пол. Но, поскольку у нас к полу прикреплены стены и плинтус, то, если мы сейчас выберем его, вы видите, мы будем делать все одновременно. И у нас все окрасится в один цвет, который мы будем выбирать. Нас это не устроит. Поэтому мы сейчас должны стены и плинтуса отделить от нашего пола. Для этого мы выбираем стены и плинтуса и все подряд их отсоединяем. Ищем нашу вкладку. Вот видите, где он у нас был присоединен. И нажимаем кнопку отсоединения. Вот так. Итак, все стены мы отсоединяем от нашего пола и плинтуса отсоединяем. Это занимает некоторое время, но без этого нам никак не обойтись. Можно было, конечно, сразу наложить материал, а потом только присоединять, но это было бы не очень удобно. Потому что все равно нужно сначала построить, а потом накладывать материалы. Итак, мы все отделили. У нас пол остался отдельно от стен. Теперь нам нужно именно для него сделать материал. Заходим в материалы. И здесь мы пойдем немножко другим путем. Я хочу, чтобы у нас на полу лежала плитка. Для этого я захожу в текстуры, именно вот в эту вкладку. Нажимаю два раза кнопкой. И вот я себе в отдельную папку, которая находится у меня на диске D, в которую я складывала все текстуры, которые меня интересуют для этого проекта. Ну вот я хочу взять, например, вот эту вот плитку. Я ее выбираю, открываю. И видите, что у нас получилось. Она очень большая, очень громоздкая и не совсем хорошо смотрится. Мы опускаемся немножечко ниже, вот сюда. И ставим другие значения. Ну вот давайте поставим здесь 25 и тут 25. И видите, как наш пол сразу преобразился. Он стал совершенно другим. Теперь я смотрю, что меня не очень устраивает цвет вот этой плитки. Можно, конечно, его оставить серым, но я хочу его немножечко изменить. Это можно сделать двумя способами. Либо мы вот здесь меняем цвет уже известным нам способом. Либо мы можем изменить это в фотошопе. Для того, чтобы изменить в фотошопе, вот мы нажимаем вот эту вот кнопочку. У нас появляется вот эта дискета, которая направляет нас в программу фотошоп. Ну вот мы так и сделаем. Нажимаем на нее. И у нас начинает загружаться программа фотошоп. Она привязана, вот видите, она привязана к нашей программе Айклон. Вот она загрузила. Здесь мы можем сделать все, что угодно с этой плиткой. Вот, к примеру, мы идем в изображение, коррекция, цветовой баланс. Мы можем ее немножечко цвет поменять. Ну вот сделать более похожим к нашим стенам. Да, вот давайте немножечко изменим. И оставим именно такой. Вот эту вот плитку вы можете сохранить просто. И она пойдет в ту же папку, но изменит ваш исходный материал. А можете сохранить как. Здесь вам сразу предлагается темповая папка, которую создает Айклон в процессе работы своей программы. Я вам предлагаю найти все-таки свою папку, ту, в которой вы будете сохранять все свои текстуры и файлы. Итак, мы ищем ее. У меня это. Вот эта папка и текстуры. Вот она. И сохраняем здесь вот эту вот текстуру. Только обязательно поменяйте ей имя, чтобы оригинал у вас тоже остался. Ну, я обычно добавляю единичку. И вот так сохраняем. Поскольку мы остались в этой же программе, и я хочу, чтобы наш пол был не гладкий, а немножечко рифленый, то я сейчас сделаю текстуру для нашей карты БАМ. Для этого мы заходим в изображение, коррекция, обесцветить. Теперь снова заходим в изображение, коррекция уровней. И вот здесь нам нужно сделать как можно контрастнее нашу карту. Я вот эти бегуночки темные делаю темнее, а светлые делаю светлее. Вот так. Нажимаю ОК. И сохраняю в той же папке. Вот видите, у меня она уже сохранена. А вы сохраняете, чтобы она была в вашей папке. На этом мы можем Photoshop закрыть. И возвращаемся к нашему айклону. Значит, вот здесь мы можем вновь наш созданный файл загрузить вместо того, который у нас был оригинал. Вот я беру более зеленую плиточку. Видите, у нас цвет поменялся. И в карту БАМ я тоже кладу. Но здесь нам уже нужны не стандартные встроенные карты БАМП, а та, которую мы только что сделали. Вот я сейчас ее найду. Вот та карта, которую мы с вами сделали. Я ее нажимаю, открываю. Видите, какое рифление получилось. Там у нас было 25. Здесь мы тоже ставим 25, чтобы было одинаково. И здесь. Теперь я хочу сюда добавить еще глянец. И еще я хочу поставить галочку вот здесь отражения. Вот видите, у нас сразу появилось такое отражение. Но 100% это нам много. Давайте сделаем вот так. Теперь хорошо стала видна вот эта вот рифленность. Если мы сейчас покрутим. Вот видите, отражаются стены немножечко у нас в полу. Вот такой у нас получился материал. После того, как мы сделали пол, нам нужно не забыть снова присоединить стены, плинтус и, возможно, даже лесенку, которая у нас вот здесь. Кстати, мы еще одной стене тут материал не придали. Давайте как раз это и сделаем. Вот это, по-моему, и есть та стена. Да. Немножечко отодвинемся, чтобы видно было. Ага, вот та стена, которая у нас выделилась. Мы в материалах. Берем пипетку, щелкаем по той стене, теперь ведро с краской. Вот мы залили еще одну нашу стенку. Так, теперь, значит, нам нужно стены и плинтус опять присоединить к полу. Для этого мы выбираем стену, заходим снова в ее параметры, ищем панель нужную, нажимаем кнопку и присоединяем к полу. То же самое делаем со всеми остальными стенами и плинтусами. Это нужно для того, чтобы мы потом с вами, если вдруг будем что-то двигать, а нам придется наверняка двигать, когда будем выставлять камеры, чтобы это все у нас двигалось одновременно, а не каждый сам по себе. вот так, теперь у нас... Сейчас я быстро это сделаю. И давайте вот эту стену, которая у нас последняя, мы тоже присоединим к полу. Итак, стены у нас все присоединены. Осталось нам сделать потолок и лестницу. Мы можем вот так вот подвинуться, повернуться. Давайте сейчас начнем с лестницы. Значит, нам нужно сначала выделить... Вот у нас выделена одна ступенька лестницы. Сейчас мы ее немножечко приблизим, чтобы лучше видно было, и немножечко вот так вот подвинем. Вот вам видно, что она выделена. Давайте придадим ей тоже материал. Заходим в материалы. Берем опять текстуру. Вот один. Я его открываю. И вот наша ступенька уже приобрела вид дерева. Ну и давайте немножечко добавим рельефности. Мы заходим опять в карту БАМП. И вот у меня уже готовая карта. Как ее сделать, вы уже знаете. Вот мы ее берем и открываем. И у нас появляется тут рельефность. Можете еще посмотреть еще раз вот эти параметры, поэкспериментировать над ними. Но поскольку у нас эта часть сейчас будет не видна, то я не буду особо ею заниматься. Мы просто копируем этот материал и все остальные ступеньки окрашиваем точно так же. Так, ступеньки мы тоже сделали. Теперь нам осталось сделать потолок. Давайте перейдем в вид снизу. Это вот этот. И нам нужно отодвинуться. У нас тут ступенька видна. И нам здесь не виден потолок. Давайте вернемся обратно. Потолок передвинем. Можно его взять с панели сцены. Подвинем так, чтобы он виден нам был. Вот сюда. И снова заходим в вид снизу. Вот теперь нам виден хорошо потолок. Значит, поскольку у нас освещение под другим углом, давайте его поменяем так, чтобы нам было хорошо видно. Освещение мы закрываем. Давайте посмотрим, из чего он у нас состоит. Он у нас состоит из нескольких боксов и плоскости. Вот этим боксам нам тоже нужно придать сейчас материал. Давайте начнем с вот этих длинных. Значит, заходим опять в материалы, текстуру. Я нашла вот такую интересную текстуру стекла. Вот я ее сейчас и применю. Видите, и она совершенно не похожа на то, что мы с вами только что видели. Поэтому я здесь оставляю единичку, а вот здесь давайте поставим 50. Вот уже у нас появился тот материал, который примерно виден у нас на рисунке. Если мы сейчас приблизим, вот такой у нас материал стекла. Давайте посмотрим, что мы еще можем здесь сделать. Значит, мы можем сделать самосвечение. Вот, пожалуйста, у нас. Видите, как меняется. То есть у нас будет иллюзия того, что здесь у нас есть свет. Мы можем добавить зеркальности. Видите, как получается. Ну, слишком много, наверное, не надо. Вот так вот. Мы можем добавить преломление и отражение. Ну, и давайте уже и глянец посмотрим. Ну, вот пусть так будет. Вот такой материал у нас получился. Вот сейчас мы посмотрим самосветящаяся панель. Вот мы сделали такой материал. Сейчас мы его скопируем и перенесем на вот эту панель. Переходим сюда. Берем пипетку. Копируем. И идем вот сюда. Выходим. Теперь нам нужно сделать точно такой же материал, но для вот этих вот маленьких плоскостей. Если мы хотим, чтобы у нас был точно такой же материал, то нужно, наверное, запомнить все-таки те значения, которые мы выставляли для вот этих вот материалов. Особенно вот здесь внизу. То есть мы должны запомнить, что у нас свечение 100. Можно даже записать себе. Давайте я так и сделаю. Значит, свечение 100. Глянец 115. Преломление и отражение 18 и 23. Все остальное мы, по-моему, здесь не меняли. Да, все остальное мы здесь не меняли. Итак, мы выделяем один из наших боксов. Добавляем карту. Но она у нас легла не очень хорошо. Нам нужно поменять вот здесь вот цифры. Здесь мы оставим единицу. Сюда давайте попробуем поставить 5. Вот уже вроде бы получилось то, что нам нужно. Теперь спускаемся ниже и выставляем те параметры, которые мы с вами сделали на предыдущей карте. Свечение 100. Глянец 115. Здесь галочку, здесь галочку. Тут у нас 18, а тут 23. Вот у нас получился еще один материал. Снова берем пипетку, выделяем тот материал, который нам нужно наложить. Берем ведро и постепенно вот так накладываем тот материал, который нам нужен. Ну и последнее, что нам осталось, это сделать потолок. Но для того, чтобы сделать потолок, нам опять-таки нужно отсоединить вот эти вот боксы. Мы переходим в первый бокс, ищем нашу панель и отсоединяем. То же самое делаем со всеми остальными боксами. Вот так. Теперь переходим на слой с потолком. Заходим в материалы. Давайте просто возьмем вот здесь вот. Ну, может быть, вот этот немножечко голубоватый цвет. Нажимаем. Вот нажимаем ОК. Вот у нас получился вот такой цвет. Значит, я хочу ему придать немножечко самосвечение. Зеркальности. Чтобы он у нас немножко отражал. И отражение. Тоже мы, наверное, немножечко приглушим. Вот такой потолок у нас получился. Теперь мы должны боксы эти снова присоединить. переходим в панель, присоединяем к потолку все наши боксы, чтобы нам легче потом было с ними работать. И так, теперь мы переходим в наш общий вид. Перетаскиваем потолок на свое место. Вот так. Немножечко далеко. Сейчас мы... Сейчас мы... Вот. Ставим на место. И вот наша галерея практически готова. Вот мы можем посмотреть все материалы. Видите, на потолке тоже стены отражаются. Все так, как положено. Итак, сегодня мы с вами научились работать с материалами. На следующем уроке мы с вами рассмотрим освещение нашей галереи. Надеюсь, урок был для вас полезным. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok